Окупационные войска Армении на территории Азербайджана в Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районах находятся с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время, несмотря на достигнутые сторонами соглашения о режиме прекращения огня, армянская армия ежедневно подвергает обстрелу азербайджанские позиции, на что получает достойный отпор. Так, вооруженная провокация армянских ВС в апреле 2016 года была подавлена контрнаступательной операцией азербайджанских войск. В провале своей армии оккупанта обвиняли всех подряд, включая стратегического союзника Россию. Причем антироссийская истерия в армянском обществе продолжается по сей день. Против Армении в основном используется российское оружие. Доказательством этого служит тот факт, что еще осенью 2014 года зенитно-ракетным комплексом «Игла» российского производства был сбит военный вертолет армянских вооруженных сил, а в ходе апрельской войны 2016 года были применены российские танки, российские противотанковые средства и другое вооружение. Если взглянуть на данные Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира, то можно заметить, что 85% поставляемых в Азербайджан вооружений поступают из России. Янисян при этом забывает упомянуть, что инцидент с вертолетом произошел во время учений, которые армянская сторона проводила на оккупированных территориях Азербайджана. Вертолет был уничтожен, когда вышел на боевой курс и попытался атаковать позиции азербайджанской армии. Официально Баку не раз заявлял, если армянские солдаты не хотят погибать на чужой земле, то они должны немедленно покинуть Нагорный Карабах из семь прилегающих к нему районов. Следует отметить, что против Армении Азербайджанам не используется ровным счетом ничего. Азербайджан на территорию соседних государств никогда не вторгался, подчеркивает российский эксперт в области геополитики Андрей Иванов. Есть признанные международным сообществом границы Армении. Вот они нанесены на всех картах. Эти границы признает и Азербайджан. Я, кстати, не слышал ни одного заявления со стороны Баку о том, что вот мы войска наши сдвинем на территорию Армении. То есть таких заявлений никогда не было. Армения элементарные вещи понимать отказывается. Не в ее земельных интересах, так сказать. В этой республике многие мечтают расширить территорию страны от моря до моря. А те, кто не помогает осуществлять эту бредовую идею, становятся врагами. К примеру, в адрес все той же России в армянском обществе нелестные отзывы звучат достаточно часто. В эти дни СМИ Армении пестрят заголовками в духе «Слабая и непредсказуемая Россия гораздо опаснее для Армении». В одном из материалов директор Центра региональных исследований Армении Ричард Киракосян заявляет, что Ереван должен выдвинуть перед Москвой требования. Одно из них — прекратить продажу вооружения Азербайджану. Пока же это продолжается, Россию для армянского общества будут считать опасной. Пишут армянские СМИ и о том, что, оказывается, Россия получает от Армении гораздо больше выгоды, чем наоборот. И это при том, что как раз-таки Армянская республика существует за счет подаяний стратегического союзника — Москвы. Армянское общество также озадачено антироссийскими санкциями, введенными Западом. Экономисты Армении считают, что это непременно негативно отразится на их стране. И потому Еревану следует перестать зависеть от экономики одной Российской Федерации. В нынешней ситуации Армении следует воспользоваться возможностями европейского и американского рынков, резюмируют армянские экономисты.